Наследники тех героев сегодня написали диктант победы. Более 20 тысяч площадок от Калининграда до Владивостока в 50 странах мира, а также свыше 300 в новых российских регионах. Порядка 180 развернули в Белгородской области. Они объединили тех, кто знает сохранить историческую правду, особенно в нынешние времена, дань памяти победителям. К участникам, которые писали диктант в Белгородском юридическом институте, присоединился Вячеслав Гладков. А вместе с губернатором члены правительства области. На своей странице в соцсетях глава региона уже после отметил, цитата, «Знания о нашей истории должны быть многогранными. Еще раз убедился в том, что учиться никогда не поздно». Акция проходит в пятый юбилейный раз. 45 минут, 25 заданий. Их можно было выполнить и в режиме онлайн на официальном сайте тестирования. Основные темы этого года – победа в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. Также в диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Участники, выполнившие правильно все задания, получат билет на парад, который пройдет 9 мая на Красной площади. А победители-абитуриенты – дополнительные преимущества при поступлении в ВУЗы. Однако для многих это не просто тест на знание героических страниц нашей истории, но и своеобразный мост памяти о великом подвиге советских солдат и тех, кто ковал победу в тылу. «Мы должны помнить тех, кто положил свои жизни ради нас. И память – это то, без чего мы не можем существовать, особенно в сегодняшней ситуации». «Мне кажется, что на подобные диктанты нужно собирать как можно больше людей, чтобы у них участвовало по максимуму. Потому что это нужно знать, чтобы помнить. Потому что если мы не будем знать, нас будет очень легко дезинформировать. А как бы, зная свое прошлое, мы будем охранять свое будущее».